Наша семья это мама, папа и две красавицы дочки, Дарья и Мария. Мы очень веселые, дружные, задорные, любим петь, танцевать. Свободную минутку, да, собираемся вместе и отрываемся по полу. Сейчас у нас есть идея, мы едем во Владимир и Нижний Новгород. Все то, что мы увидим, будем снимать яркие, интересные какие-то моменты. И потом сделаем, кстати, интересную подборку такую, да, нашего путешествия. У Даши есть любимая песня, она, кстати, ее напевает ежедневно и по утрам и вечерам. Не открывай, храни секрет, будь хорошей, девушка, делай свет. На эту песню мы планируем снять клип. И эта песня будет, кстати, главным лейтмотивом нашей поэзии. Кажется, мы видим главную достопримечательность этого города. Вот мы и добрались. Ура! Играет музыка. Играет музыка. Ну что, девочки, понравилось вам в Владимире? Да! Приедем сюда еще раз? Да! Жалко прощаться с этим городом, с Владимиром. Думаю, что здесь очень много есть еще мест, которые мы не посетили. А теперь нам надо отдохнуть, набраться сил, чтобы завтра встретить новый город, Нижний Новгород. Сегодня мы выспались, позавтракали и отправились в Нижний Новгород. Выезжая из Владимира, мы посмотрели такое расстояние до Нижнего Новгорода. Там получилось примерно 250 километров. Это около 4 часов езды. Дорога была спокойная, машин было мало. Некоторое время дети играли, бодрились, веселились. Потом начали кукситься, игрушки куда-то начали залетать. У Маши деревянная игрушка оказалась за спиной, она начала пищать безумно. Как она там очутилась? Маша! Маша, не делай так, пожалуйста, больше. Нам осталось ехать менее часа. Дети наши уморились. Дети за это время успели, наверное, все переделать, все, что можно. Они и поспать успели, они и успели поиграть. Они успели и поплакать даже, поругались друг с другом. С котятами играли, со своими зверушками играли. Сняли курки там и повесили. Из своих там игрушек садили, как будто домик. К Нижнему Новгороду мы приезжали. Опять мы увидели это безумное буйство природы. Дождь, ливень, снег, град. Все было на нашем пути. Дворники работали на максимальной скорости и, собственно говоря, еле-еле справлялись со своей работой. Видимость была, ну, я не знаю, максимум метров 20 всего лишь. Ой, потише, ничего не видно. Прям хлопьями летит. Вот так вот нас встречает Нижний Новгород. Снегом. Мы очень сильно расстроились и думали, как бы нам, так сказать, перекроить наш график, наш план пребывания в Нижнем Новгороде. Охали-ахали, не знали уже, как нам поставить все планы. Боялись, что ничего у нас не получится. Надо срочно менять программу. Куда мы поедем сейчас? Сейчас будем искать. Ну-ка, давай. Давай, смотри, открывай интернет. Нам повезло. Через некоторое время появилось солнце, ливень прошел, стало ясное небо, слегка небольшие тучи, но это уже было для нас спасением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ключ от вашего номера. Вы проживали на втором корпусе, на втором этаже. Спасибо. Пожалуйста, хорошего вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 216. 11, 24, 210. Ура! Наш номер 116. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашла. Готовы? Ну все, давай. Какое? Все правильно. Так. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, есть! Заходим, заходим! Ура! Мы наконец-то пришли в номер! Ура! Поселились в гостиницу. Номер небольшой. Одна комната. Все вместе, дружно. Мы пришли. Разобрали вещи. Чуть отдохнули. Умылись. Освежились в дорожке. Перекусили. И путь. Мы поехали сразу же на канатную дорогу посмотреть оттуда. Замечательную реку Волгу. Там совершенно роскошный вид на реку открывается. Ух! СМЕХ Страшно, да? Шатай! Я не испугалась, а мама испугалась. Я ее держала за руку. Иди ко мне, Даша. Иди ко мне поближе. Будешь держать ее на руку. Здорово! Когда мы заходили, мне было нравится, когда меня вот так трясло. О-о-о-о-о-о! Смотри! Не понимаешь, едет она, не едет. Стоит или не стоит. Ветер ее качает. Какой-то посторонний шум. Я прислушалась ко всему. Отвлекалась только тогда, когда меня попросили. Ну, сфотографируй меня, мама! Ой! Мама! Ой! Я ищусь! Страшно? Да, вы меня! Что? Я не боюсь! Первый раз! Вот, Маша не боится, да? Я тоже не боюсь! Берите с Машей пример. Мама боится! Детям безумно понравилось. Безумно. Они у меня экстремалки, обе, по-моему. Им чем вот страшнее, тем интереснее, кажется. Мама у нас трусиха, конечно, по жизни, потому что помнится, когда мы только-только с ней познакомились, папа решил на мотороллере прокатить. И она очень сильно ругала меня потом за это. Дети боялись, ну, так чуть-чуть, наверное, они вид не показывали все. Сделали вид, что они бесстрашные. Вот. Хотя, кстати, и за руку меня держали иногда. Вот так, вот так, вот так, вот так. И так. Вот так. Вот так. Все, теперь хороший обзор у нас, да? Ого! Высоко, да? О, смотрите! Вот это широченная река! Давай на карте посмотрим, где мы находимся. Ну-ка, ну-ка. Давай, ищи, где канатная дорога? Да, вот посмотри, значит, вот канатная дорога. А, вот она, вот, я вижу, вот канатная дорога. А Кремль у нас, получается, вот здесь. Значит, вот там Кремль. Говорят, что должно быть видно. Видишь? Даша, посмотри на меня. А, Маша, Маша, Маша. Маша! О, Баня! Маша! Я грустная. О-о-о! Ой-ой-ой, вот эта трублентость. Мам, ты теперь не боишься? Даша, ну как же я не боюсь? Это была бы я, не я, если бы я не боялась. Осматривали оттуда город, город был как на ладони. Вот, видели Кремль, видели баржу, которая проплывала под нами. Смотри, видишь? О-о-о, мы прямо на барже. Счетчик. Увидела реку и несколько кораблей видела. И увидела остальные кабинки. Все будет тряси и очень резко поворачиваться. Мне, как папе, показалось, что там в этих кабинках максимальная безопасность была. И пожилым людям, и маленьким детишкам, так сказать, можно находиться совершенно спокойно. То есть с чувством спокойствия, что они от точки А в точку Б спокойно доберутся. То есть меры безопасности все-таки на высоком уровне, и это порадовало. Пристегните ремни в случае аварийной посадки. Сейчас будет очень трясище. Повышенный турбулент. То есть будьте внимательны. Наконец-то на земле. Мне было очень страшно. А мне нервы. Я прям до сих пор холодная. Маша, тебе было страшно? Нет. Не страшно? Нет, тоже нет. Ну, молодцы. Это веер. Мы купили возле канадной дороги его. Я говорю, мам, купи веер, мам, купи веер. Маша, тебе надо такой? Да. Даша, тебе какой, белый или черный? Да, белый. Ты не знаешь, как им пользоваться? Да. Я сейчас тебе покажу. Маша. Мне жарко. Мне дурно. Мне дурно после канадной дороги. Еще одно испытание в Лене. Очень неожиданный эксперимент. Экзотариум. Экзотариум – это, конечно, что-то невероятное. Попугай, крокодилы, змеи, там еще солнышки. Аккуратно взять и потрогать. Дни безобидные не кусаются. Погладь, не бойся. Папа, давай, ты самый смелый. Этих безумно страшных зверей доставали и давали потрогать. Но так нельзя. А чем он питается, расскажите нам. Все змеи – хищники. И чем крупнее змея, тем крупнее добыча, собственно говоря. Вот такие змеи, тигру, питоны, которые питают в Азии, они питают достаточно крупными млекопитающими. То есть это, например, размер взрослый кролик, взрослая крыса или взрослая курица. Мне кажется, что они могут вообще разбежаться в этом помещении и выползть откуда-нибудь оттуда. Растает он до 8 метров. А вот эта змея, которую сейчас трогали, она примерно сейчас длиной около 4 метров. 4 метра? Да, и возраст ей примерно около 6 лет. А живут такие змеи несколько десятков лет. Все это в таком легком доступе. Вот открыли, достали, пожалуйста, потрогайте, посмотрите. Тут же говорят, что это все ядовитое и опасное. Мне было жутко. Я на самом деле удивился, что Оля в итоге зашла в это замечательное место, где такое большое скопление животных было. Потому что она сама по себе такой очень осторожный человек, немножечко пугливый. И вот таких особенно хищных животных очень сильно боится. Вот там или тигрового питона. А это сетчатый питон. Тоже обитающий в Азии. Все, наверное, слышали про гигантскую анаконду. На самом деле гигантская анаконда занимает второе место по величине в мире. А самая крупная змея – это сетчатый питон. Сетчатый питон вырастает до 12,5 метров. Вот эта змея – одна из самых старейших на нашей выставке. Ей примерно около 12 лет. И длиной сейчас она около 6,5 метров. А вообще здесь сколько живут? А такие змеи живут до 60 лет и больше. Максимального размера дорастают они на старости, потому что растут, как все рептилии, всю жизнь. То есть такая змея может съесть достаточно крупную добычу. Но у нас они где-то просто кроликов и куриц. Но ест такая змея раз в месяц всего лишь, в отличие от нас. Но съедает сразу много. То есть она может съесть спокойно 10-15 килограмм веса. Маша, пять куриц нужно съесть. Смотри, пять куриц нужно съесть. И один раз в месяц всего. Нет, даже не соглашусь. Не миленькие глазки. Конечно, я горжусь своей женой. А как зовут этого питона? Мы ее просто назовем сетка. Змеи линяют. Линяют чулком. То есть у них верхний слой кожи абсолютно полностью слезает периодично. Это нужно для того, потому что, видите, он потроган жесткий, чтобы расти. Поэтому имперечно линяют. И он слезает, как прям чулок с ноги. То есть полностью выворачиваясь, слезает. Одежды стало маловато, и он не снял. Было любопытно узнать, что раз в месяц они кушают, но кушают хорошо. Поэтому выглядит так стройно. Здесь располагается еще одна интересная ящерица. Это хамелеон. Все, наверное, слышали, да? Хамелеоны известны тем, что могут менять окраску. Он сейчас немножко поярче стал. Пусть аккуратно подлодить по хвостику, потрогать. Он не прыгает? Они не прыгают, на самом деле. На самом деле, очень мало подвижные животные. Даже не умеют быстро бегать. Хотя сейчас посмотрите на мордочку. Видите, что у него глаза вертятся в разные стороны. Точно. Независимо друг от друга. Хамелеончик. Ну, потому что была ассоциация. У меня дети очень любят этот мультик «Рапунцель». Да, и там как раз у этой принцессы был такой же друг. Дети были так счастливы его увидеть, узнать. И вот он рядом, такой же, глазастый. Также хамелеон интересен тем, что у них очень длинный язык. Он тут, видите, собран, как пружина. И он в таком расстраивании может выстрелить и сводить муху. Особое впечатление на меня произвела обезьянка Масяня. Маленькая такая, интересная. Захотелось ее, конечно же, взять. И дети радовались. Они хотели ее и потрогать, и трогали ее. И она такая очень любезная на самом деле. Общительная. Она к ним, кстати, подобралась поближе. Масяне скоро будет год. Ой, это, наверное... Она у нас ручная. Ух, Масяня. Если будете аккуратно, медленно двигаться, даст он вас потрогать. Масяня такая обезьянка, она лазит. Залезла, а я ее погладила. Масяня, она мягкая была. Масяня. Все неправо отлично. Масяня. Масяня. Масяня, Масяня. Маленькая обезьянка очень хороша, да мила, да. Хочется такое, да, животное дома. Сказали, так, она такая наручная, такая хорошая и заботливая. И ходит рядом с хозяином везде и всюду. Большая ответственность заводить домашних животных. Пока нам хватает нашего любимого кота. О, сова! Тут располагается сова. Давайте мы попробуем достать. Вытаскивайте. Ох, не захотелось. Ну, пойдемте в другой. Вот это ко мне гораздо добродушнее относится. Смотрите. Это ушастая сова. Она обитает в России, в том числе, в Нижегородской области. Если хочешь погладить, можешь подойти и угадать на палатке погладить. Не бойся. И по крылу, да. Она не кусается. Подносим ее в домик. Подноси. Ух ты! Они свой домик любят. Тут нас представлена одна из наших сторожил. Крокодиловый кайман. Из Южной Америки. Зовут ее Маша. Ты готовился. Маша? Да, ей уже в этом году будет 18 лет. Маша. Маша, будешь? Хорошая реакция. На самом деле, это крокодилы, в первую очередь, питаются много рыбы. Человека не опасен. Ну, она тоже. Это небольшой крокодил. Это же не утишли. Крокодилец Маша – это такое маленькое, злобное животное. Хитрое животное, наблюдательное, очень следило за нами внимательно. Вот. И вглядывалось в каждого из нас. То есть на меня так отдельно как-то посмотрел. Это здорово, что мы пришли туда. И смогли не только узнать нового об этих животных, но еще и потрогать, пообщаться с ними, узнать лично их истории, этих животных. Прогулялись по пешеходной улице, Большая Покровская. В какой-то момент я понял, что я в Москве нахожусь. Вот под копирку все сделано. У меня такое, по крайней мере, впечатление сложилось. Что-то вот архитектура похожая. Мне запомнился банк государственный, который находился по левую сторону от меня. Там сберегательная касса, такая необычная архитектура, красивые часы, которые я запомнил. Красивые улицы, хорошее настроение, которое нас в этот момент охватывало. Конечно же, в этот момент мы решили доснять наш клип, воспользоваться моментом и сделать несколько кусочков видео ярких и интересных. Фонарики, старинные дома, разнообразные старинные дома. Скульптурки, очень интересные композиции. Везде останавливались, с детьми обсуждали. Маша, садись. А что это такое? Это игрушка? Можно с вами посидеть. Это игрушка такая. Мама читает, девочка играет. Это мальчик? Да, Саша, тебя не видно. Внимание, улыбочку. Челк. Ну-ка, что это такое? О-о-о-о, как я хорошо. С веером, с веером. Отдай. Это вода. И вот еще. Баня. А у тебя муфи. Мама, сфотографируй нас. Ой. Такая будет хорошая фотография у нас, мама. Очень хорошая. Вот так получше. Замечательно. И тебя, и меня на руки. Это качели, да? Вот это зарядка. Да? А теперь идем кушать. Пойдемте. Идем кушать. Кушать идем. Во время прогулки по Большой Покровской настало время обеда. Ходили, обращали внимание на рестораны. Да, очень много, на самом деле, ресторанов выбрали для себя с красной вывесткой. Ресторан. В кафе такой был интересный музыкальный интерьер. Очень много гитар, электрогитар. Собственно говоря, у нас семья-то музыкальная. Мы захотели в какой-то момент, наверное, поиграть даже на все эти гитары, подключить их там, да, и что-то изобразить такое интересное. Создали бы с девочками маленькую музыкальную группу здесь. Очень вкусно нас покормили. Вкусно, недорого. Ну, пожалуй, важно впечатление. Впечатление хорошее. Мы старали все снимать. Супруга у меня, Оля, забывала иногда, так сказать, снимать какие-то яркие моменты, но ничего. Потом вспоминали, брали камеру, снимали. И я думаю, что там очень много интересного материала. Мы сделали такой хороший клип в итоге. Очень вкусно, он убегает. Можно еще поясняться, можно не снимать. А то если и забудет, то уже пятый клип, по-моему. Мы улыбались, радовались. В общем, было здорово, что мы посетили эти места. Дети были счастливы в эти минуты. Дети были счастливы в эти минуты.